Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на программе «Влияние» на телеканале «Импакт». И, вы знаете, я просто хочу сказать, что для меня большая честь сегодня в передаче участвовать вместе с очень хорошим, прекрасным пастырем, пастырем церкви Мелхиседек Виктором Музычком. Приветствуем, возлюбленные! Слава Богу, что Бог предоставил нам эту возможность сегодня говорить о том, что Слово Божие учится, созидает нас. Я верю, что эта телепередача послужит всем нам в огромное благословение. Спасибо, Сергей, что пригласил. Я верю, что это послужит благословением. Хорошо. Вы знаете, дорогие телезрители, мы хотим сказать, что сегодня будет очень интересная передача. Мы решили затронуть самую горячую тему и поговорить насчет русско-украинского конфликта. Вернее, тема нашей беседы не украинско-русский конфликт. Тема нашей беседы – как христиане должны вести себя вот в этом украинско-русском конфликте. И сразу просто хочется показать. Я думаю, что, наверное, давно христиан ничего так сильно не будоражило, как вот эта политическая обстановка, которая возникла между Россией и Украиной. И действительно, я говорю, это огромная-огромная проблема. И просто смотришь, что происходит. Христиане, мы же вместе ходили в церковь, мы вместе служили, все прочее. А теперь какое-то разделение – русские, украинцы. И вы знаете, даже мне просто хочется показать. Смотрите, пастор Виктор, ты откуда родом? Да, о, Бог дал мне возможность родиться на Украине, на западной части. Если бы я сегодня жил на Украине, меня бы, наверное, назвали бандеровцем. Вот как раз Виктор и будет представлять собой бандеровцев. Но я буду представлять христиан. Хорошо, хорошо. Ну, я родился, родился и вырос, и большинство своей жизни я прожил в России. Поэтому я буду представлять собой… Представлять Россию. Собою… Христианского, русского, да. Москаля. Москаля. Вот. И как раз мы побеседуем. Вы знаете, просто смотришь в Слово Божье, и я смотрю на Иова, и Господь, он просто несколько раз просто хвалился и говорил дьяволу, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? А тот говорит, да подожди, ты ему все дал, ты его оградил, и вот поэтому он тебе и служит. Он говорит, хорошо, коснись всего, что у него. Он коснулся. Теперь Господь опять говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И он говорит, ну, ты коснись его здоровьем и посмотрим. И говорит, коснись. И покрылся Иов сверху донизу полностью проказой лютою. И опять не согрешил Иов. И Иов не похулил имя Божье. И я просто знаю, что Бог гордится вот такими, которые прошли испытания и оказались верными. Я просто хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это испытание верующих. Как мы будем себя вести, когда между нашими народами возник серьезный конфликт, поднялась война? Как мы будем вести себя? Я думаю, Сергей, что этот вопрос настолько болезненный. Я помню, со времен моего детства, когда не воспринималось христианство, вообще не воспринималось, то мы все знали, что есть только один враг. Враг дьявол. И это его задача разрушить христианство. И за все мои 48 лет христианской жизни, мне кажется, это вторая такая волна разрушения христианства. Когда раньше был дьявол, было непринятие христианства, был коммунизм, была отверженность христианства. Но, скажем, люди так сильно никогда не воевали друг с другом. Люди старались хранить верность, посвящение. Да, может, были какие-то внутренние непонимания, конфессии, вероисповедания. Но открытой такой войны между братьями никогда не было. И мне кажется, что мы сегодня проигрываем больше, чем когда-либо. Мне кажется, во время коммунизма так христиане не проигрывали, как сегодня мы проигрываем во время свободы. Я думаю, во время коммунизма, во время преследования мы вышли победителями. Действительно, оказывались верными и в тюрмах, и в ссылках, и в гонениях. Оказывались верными, проявляли любовь. Вот только услышат, что верующий, и все, к нему отношение лучше, чем к родному брату. И просто то, что сегодня происходит, я говорю, я до глубины сердца просто тронут. Я смотрю, я говорю, я не понимаю, что происходит сегодня с нашим христианством. В церквах люди подралися, украинцы с русскими. Есть шапы, где ремонтируют машины, и там большое скопление русских. И там постоянно драки между украинцами и русскими. Насущный вопрос. Вопрос хлеба. Я говорю, я буквально совсем недавно разговаривал со своим родственником. Он на траке. И говорит, на трак стапы приезжают, где они ночуют. И то же самое, постоянно цепляют этот вопрос, и начинаются разборки. И просто это стало страшно. Это просто страшно. Я хотел бы спросить, пастор Виктор, как все-таки должны себя вести христиане в этом вопросе? В пятом конфликте. И еще сразу. Все-таки мы остаемся русскими. Мы остаемся украинцами. И наши там родственники, и там даже наши близкие, родные, они там гибнут. И просто пропускать это мимо ушей. Или как? Все-таки какая правильная пописка? Мне кажется, что сегодня нет недели времени, промежутка времени, чтобы христиане прямо или косвенно не зацепили этот вопрос. Особенно, когда приезжают гости, служат служители Украины или России. Всегда этот вопрос поднимается. Поэтому я думаю, что самое первое, мы должны сами себя спросить, какого плода, какого результата мы хотим в жизни? Мы хотим отстоять свою правоту или мы хотим иметь хороший результат? Это как в семье, между мужем и женой. Можно доказывать, я прав, нет, я прав. И чем больше мы доказываем, кто из нас прав, тем больше, что мы рассоримся, разорвем отношения и пострадаем оба. Но если мы вместо того, чтобы доказывать, какова наша правота, мы начнем думать, какого плода в конечном итоге мы хотим? Какого результата мы в конечном итоге хотим? Мне кажется, когда мы свою правоту, свое мнение где-то начнем откладывать немножко в сторону, ради того, чтобы сохранить взаимоотношения. Но мне кажется, иногда мы в порыве своих чувств, мы забываем о плоде. Мы забываем о результате. Мы просто выскажем свое мнение и забываем о том, как будут люди чувствовать себя, у которых другое мнение, которые имеют другую точку мнения или другую позицию. Поэтому самое первое, у меня простой ответ. Какого в конечном итоге мы хотим плода? Какого плода мы хотим? То есть мы хотим отстоять политическую позицию или мы хотим отстоять христианскую позицию? Мы представители Украины, России или мы представители христианства? То есть нужно задать вопрос, кто мы, кого мы представляем? Представляем ли мы Иисуса Христа или представляем мы Украину или представляем мы Россию? Как ты сказал, да, я родился на Украине. Внутри, как бы, вся моя сущность украинская. Почему? Потому что там я прожил, ну, чуть-чуть меньше уже, как пол своей жизни. Половину я прожил здесь. И, естественно, стоит вопрос, какова же моя позиция? Кого мне представлять? Россию, Украину или Америку? Или вообще представлять Иисуса Христа? Мне кажется, вот задавая этот вопрос, много проблем может решиться автоматически. Это, как бы, мой ответ номер один на эту позицию. А второе, мне кажется, что если мы поймем, что мы христиане, если мы поймем это, потому что мы то можем называть себя христианами, но стоит вопрос, или мы понимаем, что мы христиане, тогда стоит вопрос, какова наша миссия, как христиан на земле? Какова? И мы знаем, что миссию, все мы, независимо от конфессии, от церкви, от вероисповедания, мы имеем одну. То есть одно видение, одну миссию, которую оставил нам Иисус Христос в 28 главе Евангелия от Матфея, где он сказал, итак, идите, я сокращаю, говорю, наше видение, чтобы мы шли, что проповедовали Евангелие, делали людей учениками. И хороший пример этому, мне кажется, Иоанн Креститель. У Иоанна Крестителя была миссия приготовить путь Господу. Он шел, он верно шел, он посвятил всю свою жизнь, Сергей, миссии. Приходит Иисус Христос, он исполняет свое предназначение верно, перед Богом, перед людьми. Иисус шел как бы позади Иоанна, и вдруг Иисус переходит и становится впереди Иоанна. Другими словами можно так сказать, миссия Иоанна завершилась и что как бы оборвалась. Другими словами можно сказать, Иоанн потерялся в жизни. Смотри, на что я делаю ударение. Иоанн Креститель как бы потерялся в жизни. Потому что он стремился, 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 стремился подготовить пути Иисуса Христу. Подготовил. Ученики Иоанна, ученики Иоанна пошли за Иисусом. А Иоанн потерялся. И смотри, что произошло. Как только христиане теряются в своей миссии, в своем предназначении, что происходит? Иоанн думал, куда же направить свои силы, свою энергию, свои знания, полон энергии, силы, молодости, знания, верный, любящий Бога. А он говорит, сейчас, я знаю, что нужно начать обличать правительство во грехе. И что сделал Иоанн Креститель? Пошел в политику. Он пошел в политику. Почему он пошел в политику? Я понимаю, что некоторые люди могут быть призваны Богом в политику. Но это как бизнес, как карьера. Но если человек, будучи христианином или, ну, прости, служителем, и вдруг ни с того ни с сего он заявляет, что, хм, что же мне делать? А, я знаю кто. Президент не прав, политики не правы. Все, давайте начнем воевать. Мы повторяем путь Иоанна Крестителя. Это первое, что, значит, мы, как христиане, потерялись. Мы потеряли свое предназначение идти, спасать людей и делать их учениками. И мы сразу начинаем обличать политиков во грехе. Возможно, они действительно во грехе. Возможно, они сто процентов не правы. Но стоит вопрос, наша ли это задача или нет? Наше ли это призвание или нет? И мы знаем, что Бог не призывал Иоанна Крестителя идти воевать с Иродом, с политикой. Чем окончилось? Иоанн оказался в тюрьме, ну, за решеткой. И не за Евангелие, не за проповедь Евангелия. А зато он мог сказать, я страдаю за Иисуса Христа, потому что я обличал его во грехе. Подожди, ну, у тебя было ли призвание обличать политиков во грехе? Ставил ли тебя Бог? Какой ответ? Конечно же нет. И потом что происходит? Иоанн сидит в тюрьме, и когда у тебя в стесненных обстоятельствах происходит другой уровень поражения. Он начинает сомневаться. И он уже говорит, ты ли тот, которому нужно было прийти, или ожидать другого. Иоанн, так ты же кричал, свидетельствовал. Бог призвал меня спасать людей. Я призван быть пастором, служителем. Иоанн, что с тобой произошло? А произошло, когда он потерял миссию, полез в политику, а кончил в тюрьме. И не за Иисуса Христа, и не за Евангелие. Потом на его постигают сомнения, и он посылает послов. Иисус, это ты или нам ожидать другого? И что отвечал Иисус? Иисус говорит, скажите Иоанну. Он ничего о нему не сказал, не укорял, не унижал. Наоборот, Иоанн в свое время исполнил свою миссию и предназначение. Но он сказал, нищие благовествуют, слепые видят, немые разговаривают. Другими словами Иисус мог сказать, ты мог стать частью этого служения, как стали частью ученики твои. Но ты избрал другую миссию. И поэтому ты окончил печально. Поэтому я верю, что мы, как христиане, должны задать себе вопрос. Кто мы? Какова наша миссия? Каково наше предназначение? Да, я говорю, очень прекрасный пример, который ты привел, Виктор. Это замечательно. И действительно оно в точку. Всегда христиане, они показывали, что они меролюбивые. И просто-напросто, я сам знаю, мне задавали вопросы, если будут нападать враги, если будут убивать твою семью, ты что, не возьмешь оружие, все прочее. Вот такие вопросы старались задавать. И мы всячески старались показать, что мы любим. И наши братья, они, в какой бы нации они ни находились, они в нас стрелять не будут. Вы знаете, сегодня я этого сказать не могу. То есть сегодня христиане могут стрелять? Да, потому что, пожалуйста. Пожалуйста, значит, мы беседовали с пастырем и спрашивали, он говорит, я знаю пастырей, которые взяли автоматы и пошли на войну. То же самое, пожалуйста, как раз новости, и они показывают, и самое большее, что они ставят, говорят, посмотрите, пастырь Турчинов, он выехал на линию фронта. И показывают Турчинова с автоматом. Понимаете, это страшно. Есть другие пастыря, которые заявляют, что они убили бы Путина. И это страшно. И действительно, действительно, что мы должны выполнять свою миссию. Ну, я думаю, что самая главная проблема, что смешалось слово паста и оружие вместе. То есть я верю, что если человек, он говорит, я призван от Бога быть в политике, к примеру. Или человек говорит, я призван от Бога, допустим, стать военным каким-то командиром или солдатом. Тогда этот человек должен сказать, возлюбленный, я никакой не паста, и я не веду никуда людей, я не занимаюсь священнослужительством. Почему? Потому что слово паста и оружие, оно не может быть вместе. Если мы берем оружие, мы должны сказать, я больше не паста. А если мы пастыр, мы тогда что? Не берем оружие. А если мы берем оружие и говорим, я пастыр, то здесь точно беда. И если нас за это гонят, поносят или другие люди страдают, это заслужено. Потому что в разуме даже неверующего человека, даже, скажем, атеиста, слово пастыр – это священное слово, святое слово. Это позиция Богом данная, чтобы человек лечил, любил, перевязывал раны. Ну, к примеру, если мы говорим, вот этот человек хороший хирург, но хирург фотографируется с хорошим автоматом. У меня вопрос, пойду ли я к этому хирургу или нет, у меня сразу подозрение. Если он хирург и у него везде автоматы, я боюсь попасть к этому хирургу. То есть, получается, пятно падает на кого? На всех хирургов. Если ты хирург, оставайся хирургом. Но если ты воин, будь воином. Если ты командир, будь командиром. Если мы уже пасторы, и мы есть пасторы, и мы приняли на себя вот этот титул, призвание пастора, а потом мы говорим, ну и плюс еще автомат, то что мы делаем? Мы даем повод, ну скажем, ищущим повода, или те, которые во грехе, что поносить, унижать, угнетать христианство заслуженно. И я верю, что мы перед Богом абсолютно не правы. Потому что, как я сказал вначале, по плодам мы должны различаться. Если плод, конечный плод, поношение, разрушение, унижение, то есть имя пастора становится не почетным, а таким, ну, поносительным. Это, ну, становится, кто? Пастор. Вот, допустим, ты пастор. Ты приходишь и людям говоришь, я пастор. Они говорят, да знали, мы уже слышали пасторов с автоматами. То есть кто-то берет и это доброе имя разрушает. Чем? Своим неверным поведением. Ну, возможно, я так эмоционально говорю, потому что я тоже пастор, и хочется, чтобы и другие пасторы не страдали из-за того, что я пастор. Абсолютно прав, потому что, ну, вот по новостям последнее время показывали священника, который приехал в Америку и не просил денег, он просил оружие. И это просто резало слух. Потому что священник и оружие вместе не работают. Это несовместимо. То есть это уже ужасно. Ну, еще такой момент. Как-то моя жена, она училась в школе, когда еще была маленькая, и спрашивали у каждого национальность. И когда до нее дошли, говорят, твоя национальность. Она говорит, баптистка. И, говорит, весь класс начал смеяться, все. И она пришла домой, плачет, говорит, вот все стали смеяться надо мной. И родители стали ей объяснять. Послушай, баптистка, это наша вера, а не наша нация. Знаешь, я посмотрел, думаю, слушай, она была все-таки права. Возможно, это и есть наша нация, да, христианство. Да, вот это наша нация. Я говорю, что вот как бы поняли все христиане на земле, что мы не украинцы. И мы не русские, мы христиане. И многие говорят, я гражданин Украины, я гражданин Америки, я гражданин России. Наше гражданство небесное. Вот это, я думаю, что просто мы обязаны помнить. Мне кажется, если человек внутренне, Сергей, принадлежит Христу, и он принадлежит Христу больше, как я говорю, слово больше. Почему? Потому что мы ходим в теле, мы обязаны по Писанию любить свою землю, любить свой народ, благоставлять свое правительство. Это по Писанию. Поэтому, находясь в теле, мы не можем говорить, я вообще не живу землею, я не живу государством, я не живу экономикой. Это неправда. Все мы подвластны государству, правительству, экономике, политике и так дальше. Но если внутри нас больше небесного, нежели земного, мы действительно вот так будем думать, как думала твоя жена в детстве. Я же больше христианин, баптист, или кто там, харизмат, нежели кто, нежели украинец, нежели русский, нежели кто там, молдаван, или осетин, или узбек. Я больше кто христианин, то есть у нас будет больше интерес христианства. Это точно так, когда человек женится. Или скажем, девушка выходит замуж. Вот как была фамилия твоей жены до замужа? Фролова. Фролова. Но я первый раз слышу, что Фролова. Я знаю, что она кто? Она. Ротарь. Зина. А почему? Что она получилась? Изменилась? Да, она изменилась, когда отдала свое сердце кому? Тебе. То есть и она не ходит и не говорит, как Фролова, Фролова, Фролова. Подожди, она Ротарь. Почему она Ротарь? Она больше Ротарь, чем Фролова. Она помнит, да, когда-то я был такой. Точно так мы христиане. Мы были украинцы, мы были русские, мы были молдаване, мы были узбеки, мы были казахи, мы были. Но когда мы отдали свою жизнь Христу, мы говорим, да, в прошлом я был этим. Я остаюсь этим. Но сегодня я представляю интерес Иисуса Христа на земле. И я не раз повторяю. Я прожил на земле 48 лет. Ну, ты еще побольше, нежели я. Я говорю, ну, даст Господь при хорошем здоровье, пусть я проживу еще 45 лет. Ну, 45 лет. А потом, а потом у меня не будет ни Америки, ни Украины, ни России. У меня будет Христос. И стоит вопрос, готов ли я быть со Христом? Вот у меня вопрос. А то, что стоит вопрос, должны ли мы сейчас любить свою землю? Должны. Должны ли мы любить свой город? Должны. Должны ли мы любить свою нацию? Должны. Должны ли мы любить свое правительство? Аминь. Должны. Стоит вопрос, может я что-то... Подожди, сам себе противоречит? Конечно, нет. Хорошо. Я провожу домашние группы. И несколько домашних групп у меня были просто сорваны. Только затронулся этот вопрос. Это в небольшом количестве людей. Да, в маленькое количество. Группа. Ну, пускай там до 10 человек. Вот. Все. Эти ячейки были сорваны. Поднялась такая ругань, что мне было стыдно. И это живущее в Америке, не на Украине, в России. Мне было стыдно от детей. Все прочее. Я не знал, как это все остановить. Все остановить. Понимаете? Это... Ну, вот. И даже не просто, что русские украинцы. Это украинцы между собою. Этот говорит, ну, вот если бы русские не вмешивались, там бы уже на Донбассе давно все закончилось. А этот с Донбасса говорит, слушай, как закончилось? Как закончилось? Перебили бы всех донбассских, весь народ? Как закончилось? И знаешь, стоишь и слушаешь, думаешь, а кто из них? И оба с Украины. Кто из них прав? Вы оба украинцы. В одну церковь ходите. Понимаешь? Все прочее. Что происходит? И вот такие вот конфликты, они вспыхивают. И просто-напросто. Ну, вот как пастырям быть? Ну, я думаю, что мне нужно, как сказать, распределить слово пастырь и слово гражданин. То есть, как я уже определил, слово пастыр, это священное слово, святое слово. Если мы уже наименовались пастыром, мы должны оставаться пастыром. Как когда-то в народе говорили, назвался грибом, лезь в корзину. Назвался пастыром, что уже все, оставайся пастыром. Ну, а если человек, как гражданин, вот эту мысль я начал проводить. Библия как учит нас, как граждан, чем заниматься, говорит, что заботитесь и молитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Это говорилось Израилю, Израилю, который как бы был на то время центр земли, центр вселенной. Но и Бог переселил Израиля к язычникам, в плен. Другая нация, другая культура, другие деньги. И что Бог говорит? Любите этот народ, любите эту землю, любите этот город. Господи, так мы здесь временно. И что, что временно? Любите, любите, заботитесь, думайте о том, чтобы устроить эту экономику, этот город. И я хочу сказать, огромная разница между словом, люби свою землю, люби свой народ, люби свою экономику, между тем, чтобы заявлять и кричать, как неправы политики. Заметьте, я не оправдываю политиков и не виню политиков. Я пробую показать, что если бы мы все, как христиане, начали любить, а не поносить, заботиться, а не уничтожать, все бы изменилось. У меня есть прекрасный друг, служитель, пастор в России. И он говорит, я полюбил свой город. Я полюбил свою страну. Почему? Потому что он пастор. Не потому, что он русский. И он приводит такой пример. Он говорит, я пастор, у меня церковь. Говорит, я еду, да, у меня город грязный, это в Сибири. Особенно весной, когда снег растаял, лужи. Я был в этом городе много раз. И он говорит, ну как бы, все хорошо, но вот эта грязь достает. Говорит, когда я еду и вижу, что кто-то выбросил мусор из своего автомобиля через окно. Говорит, меня это раздражает, это же мой город. Говорит, я останавливаюсь и догоняю, говорю, что ты сделал? Ты зачем выбросил мусор? Это твой город. Люби свой город, люби свою землю. И когда мы займем как христиане вот такую позицию, я верю, что мы будем в почете. Тогда и политики начнут нас уважать и принимать, что мы не на стороне за или не на стороне против. Мы на стороне любить свою землю, любить свой народ, любить свою нацию, любить свое правительство, молиться, благословлять, любить свою экономику. Вот это позиция настоящего процветания. Это позиция настоящей веры. Я лично абсолютно уверен, все, что каждому нужно из нас делать, начать любить свой город. Но скам ответ, вот я люблю и я воюю против. Но нет. Мы должны быть за, а не против. За это значит утверждать, а не разрушать. Утверждать. Просто утверждать, а не разрушать. И вот эта позиция любви, она имеет огромные, хорошие, добрые плоды. И мы видим пример Руфи Моавитянки. Она пришла в Израиль. И что она сказала? Она сказала, да, у меня в жизни было плохо. Да, в жизни у меня были неудачи. Она могла, Сергей, разочароваться в Боге. Она могла сказать, честь умер, муж умер. Как я могу вообще надеяться на Бога? Посмотри на результаты. Но что она сказала? Я остаюсь верной Богу. И что она говорит? Твой народ, мой народ. Твоя земля, моя земля. Где ты похоронена будешь? Я тоже куплю место на кладбище. И что? Твоя экономика, моя экономика. Твои деньги, мои деньги. И она начала что? Любить, посвящать. Какой в конечном итоге плод, результат? Она не меняла Израиль. Она не меняла Бога. Она никого не винила. Она себя отдала тому, чтобы любить свой народ, любить свою нацию. И что мы видим в результате? Благословение. Огромное благословение. А смотри, зачем брать только Украину и Россию? Давай возьмем Америку. Люди приехали в Америку. Что они делают? Они постоянно недовольны этой землей. Они недовольны этим правительством. Они говорят, была бы моя воля, я бы все бросил, уехал. А кто тебя держит? Уезжай. Многие люди винят. То американское правительство им плохое, то им российское правительство плохое, то им украинское правительство плохое, то им доллары плохие. Так откажись от всего. Свои деньги сделай, свою страну сделай. Если, ну простите, такой умный. Это говорит о том, что люди приехали, пользуются этой экономикой, этим правительством, этим народом, этой страной, этой землей, этими деньгами. И что? Не любят. Не любят. Вот здесь я показываю, что когда мы начнем каждый любить свой город, заботиться, служить своему городу, любить своих людей в своем городе, любить правительство в своем городе или в своей стране, не потому что оно совершенное, а просто его любить. Вот это путь к процветанию. Я помню такой пример с моей женой. Вы знаете, ну каждая же семья, она прежде чем начнут жить хорошо, у них долго идут такие трения. И я много раз жене показал, это у тебя не так, это у тебя не так, это нужно изменить. Чем больше я показывал, что нужно изменить, какой, Сергей, думаешь, был результат? Худший со всех худших. Разрушительный был результат. Я помню, однажды мне жена дала наилучший совет. Она сказала, хочешь, чтобы мы хорошо жили? Вот просто люби меня. Люби, это значит, люби меня такой, как я есть прямо сейчас. Вот начни меня любить. И я думал, как это можно изменить? И сегодня я занял простую позицию. Я как видел недостатки своей жены, так и вижу. Но вместо того, чтобы говорить, кричать и доказывать, я просто люблю ее и служу ей. Я заметил интересный плод. Чем больше я молчу, люблю и служу, тем лучше живется. И мне кажется, возлюбленное вот этих три слова важно. Молчать, а не кричать, не доказывать. Любить, а не ненавидеть и служить. И что? Мы хорошо заживем. Аминь. Хорошо. Ну и еще что хочется затронуть. Что-то у меня спросили, какая у тебя самая лучшая проповедь была в твоем служении. Вы знаете, я сразу говорю, это тема «Братоубийственная война», где я затрагивал межконфессиональную рознь. И вот, знаешь, пастор, я просто посмотрел, слушай, это ушло на задний план. Национальная рознь еще больше разделила христиан, чем рознь конфессии. Сегодня, кстати, никто не кричит. Ты харизмат, ты пятизадник, ты баптист, ты субботник, ты адвентист. Что страшно, я просто посмотрел, для меня лучше неверующий украинец, чем христианин русский. Ну, скажем, христианин в кавычках, ненастоящий, поддельный. То есть, послушай, вот эта уже кровь Иисуса Христа нас не соединяет? Я посмотрел, да, вот именно ведется эта политика, где сильно разжигается эта рознь. Смотри русское телевидение, и ты будешь на стороне русских и будешь говорить, какие жуткие, ужасные украинцы. Смотри украинское телевидение, ты будешь говорить обратное. Потому что там показывают только плохое о русских, а там показывают только плохое об украинцах. И все, и это сеется. Даже вот простейшее. Разбомбили людей, людей там попало на остановку снаряд, все, множество людей. И берут украинских пленных, привозят туда. И, естественно, народ накидывается на них, начинают их бить, бросать в них камни и все прочее. Кричать фашисты. Смотришь, слушай, что вы делаете? Разжигают вот эту ненависть. Разжигают вот эту рознь. Ну, я открыл там на интернете, одна украинка написала стих, что «никогда мы не будем братьями ни по крови, ни по матери». И что интересно, это более миллиона просмотров этого стиха. И просто сотни ответов. И говорит, что большинство ответов в стихотворной форме. И я включил, я послушал это стихотворение, думаю, вау, сколько ненависти, сколько злобы. Слушаешь ответы, то же самое. И смотришь, вот эта рознь, она просто сеется. И смотришь, слушай, подожди, как мы, христиане, попали в это? Может быть, просто дать совет, христиане, не смотрите новости. Я думаю, что очень просто. Человек не может быть, ну, как сказать, не при деле. Если он не занимается тем, что он идет, спасает людей, делает их учениками, он хочет себя где-то направить. Вот он направляет себя в неправильное русло. Мне кажется, если каждый человек поставит, что в 2015 году моя личная задача идти, спасать людей и минимум сформировать 12 учеников, не останется времени на другие вопросы. Потому что придется молиться за больных. А молиться за больных нужно самому молиться. А нужно самому верить. Придется читать тебе Библию. Придется беседовать. А если ты еще поставишь цель, чтобы все эти люди были не просто верующие, в кавычках, спаслись, были рождены свыше, все меньше и меньше и меньше останется времени вот на эти все проделки. А второй момент, второй момент. Мы перестали ходить во свете. Что я имею в виду перестали ходить во свете? Мы сегодня можем говорить всячески плохие вещи против своего президента. Да, он может сто раз быть неправ. И мы говорим, да, он такой-то, такой-то плохой. Но давай мысленно представим, а что если нам предоставится личная возможность встречи с президентом? Мы начнем улыбаться, мы начнем говорить, какой он хороший, подавать руку, фотографироваться. Мы вдруг изменим свою позицию. Это говорит о том, что если мы начнем ходить во свете и мысленно представлять, что этот человек слушает нас, видит нас, мы изменим свою позицию. Мы просто изменим свою позицию. То есть мы станем больше христиане, нежели люди, принадлежащие своей земле, своей национальности. И это важный момент, очень важный момент. Занять позицию мира, занять позицию христианства, тогда меньше и меньше останется времени на другие вопросы. Я тоже, когда шел в армию, возвращусь к этому моменту, задавали вопрос, и что, ты не будешь брать оружие? А если будут убивать твоих братьев, сестер, отца, мать, жену, возьмешь ли ты оружие? Здесь огромная разница защита и нападение. Защита и нападение. Ну, во-первых, у нас в доме никогда не было оружия, то, естественно, ты его не возьмешь. И нету оружия, да? Как бы. Это одна сторона. Вторая сторона, мы же не идем нападать. Мы имеем что право? Защищать свой дом, свою территорию. То есть, вот какой важный момент. Стоит вопрос, на нас напали, и мы защищаемся, или мы нападаем? То есть, стоит вопрос, почему мы начали нападать друг на друга, христиане? Мы нападаем друг на друга. За что? Потому что ты не разделяешь мою точку зрения. И что? Да, может, я не разделяю. В семье муж и жена могут не разделять точку зрения. Так что, нам нападать друг на друга? Нет. Все, что нам нужно сделать, как учит Писание. Вникай в себя. Вникай в себя. Вникай, являешься ли ты примером прямо сейчас? Являешься ли ты светом прямо сейчас? Являешься ли ты солью земли прямо сейчас? Являешься ли ты примером для политиков, для экономистов? Являешься ли ты примером для неверующих? Являешься ли ты примером? А если не являешься, что? Вникай дальше в себя, занимайся собою. Будь примером прямо сейчас, тогда не останется времени на другие вопросы. Я просто видел, когда вот разговаривают на эти вопросы и рассказывают, слышишь, говорит, за один день 300 украинских солдат положили. И с такой радостью, с таким счастьем он об этом говорит. Я просто смотрю и думаю, господи, что происходит? Наше христианство перевернулось. Как ты можешь радоваться, если там в Донецке погибли люди или украинские солдаты погибли? Как ты можешь этому радоваться? Я просто хотел бы задать каждому христианину вопрос. Тебя радует, когда погибают украинские солдаты? Или тебя радует, когда погибают эти солдаты донецкие или луганские? Понимаешь, если тебя радует, ненормальное твое состояние. Ненормальное твое состояние. Я просто хочу сказать, что если пастыря учат неправильно, это просто трагедия. И нужно останавливать это в церквах, чтобы вот эта рознь не росла и не размножалась. Я приведу просто один стих. Это 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Они нам не братья. «Ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Понимаешь, послушай, ты не пошел на войну, ты не взял автомат, ты там не воюешь под Донецком, все прочее. Но ты ненавидишь украинца или ты ненавидишь русского, того, который рядом с тобою в церкви, рядом с тобою сидит. Ты погибший. Я просто, просто хочется привести такое. Тогда, когда я проповедовал тему о братоубийственной войне, я привел такой пример. Одна женщина пришла к Давиду и говорит, я имела два сына. И сыновья были на поле и подрались. И некому было разнять их. И один убил другого. А теперь пришли родственники и говорят, отдай нам убийцу брата твоего, мы убьем его. И я показывал, говорю, послушайте, дорогие, в братоубийственной войне не бывает победителя. Погибает тот, которого убили. И погибает тот, который убил. В братоубийственной войне нет победителя. И если, дорогие, дорогие братья и сестры, у нас ненависть, послушайте, нам нужно просто каяться. Нам нужно просить, просить прощения. Потому что мы погибшие. Мы погибшие. Ненавидящие брата своего. Есть человека-убийца. А человека-убийца, царствие Божьего, не наследует. Ну и я думаю, что когда мы пользуемся средствами массовой информации, тем же Фейсбуком, Твиттером, ВКонтакте, ну любые. И мы пишем свои посты там, вот это, вот это, вот это, вот это. Это есть настоящее, может, наше лицо. Но я не раз говорю, что за каждое праздное слово, и за каждое слово написано и в Фейсбуке, и в Твиттере, мы дадим отчет перед Богом. Если мы высказываем там свое недовольство, свою ненависть, стоит вопрос, ну а как нам двигаться в жизни? Я помню, я привел такой пример. Я показал одному человеку идею бизнеса, и этот человек посмотрел, и вдруг напугался, говорит, это масоны. А у меня вопрос, а почему масоны? А человек отвечает мне, потому что там большие деньги. Я такой, и что, если большие деньги, так сразу масоны? Да, это масоны. И я говорю, как ты, будучи верующим и христианином, не имея информации, не зная фактов, ты назвал этих людей масонами? И я привел дальше пример. Я говорю, представь мысленно, вот ты сейчас обозвал их масонами, а завтра ты не знаешь, и встретил их, они неверующие, и ведешь их к Иисусу, к покаянию. А этот человек тебе не поверит, говорит, так ты вчера меня обозвал масоном. То есть, и мы когда не видим себя со стороны, мы позволяем себе говорить, не любить, не верить, унижать, высказываться плохо, а потом говорим, Господи, спаси его. Подожди, как спаси? Ты же его не любишь, ты же его унижаешь, ты его поносишь плохими словами. Как спаси его? Вот почему я показывал, что мы, как христиане, должны научиться вначале любить Господа и ближнего своего, как самого себя. Самарянин возлюбил кого? Своего врага. И что он сделал? Послужил своему врагу. Он взял свое доброе, что сделал добро тому, который, если бы ни боль, ни проблема, что он бы никогда в его сторону не посмотрел. Этот израильтянин, наверное, в сторону самаритянина бы не смотрел, если бы было все хорошо. А когда у него дела были плохо, то он и принял и масло, и елей, вино, заплатил за него самаритянин. И что мы сегодня говорим? Ой, какой добрый пример доброго самаритянина. Да, потому что он возлюбил кого? Ближнего. А кто мой ближний? Тот, который вчера меня поносил плохими словами. А мы должны его любить, должны ему служить. В этом и суть христианства. Еще такая проблема. Этих моментов было уже очень много. Ну, например, он русский, жена его украинка. Ну, и собрались на какой-то паре. Но это, скорее всего, в Америке происходит. Да, да, собрались на какой-то паре. И здесь родственники со стороны мужа и со стороны жены, и там русские и украинцы. И на этом паре... Не паре, а спор, да, горячий. Разругались, все, разругались так, что ушли, все, больше мы с вами не общаемся, ничего, все. Дальше, теперь молодые. А молодые начинают говорить, это твои родственники такие. Да нет, это твой отец вот такой вот. И все, разругались молодые, и развалилась семья. Это очень такое, такое частое явление, которое сейчас происходит. Печальное явление. Печальное явление. Понимаете, вот именно, именно разрушились христианские семьи из-за национального конфликта. Вот, ну, такой вопрос у меня. Ну, еще пример, потом уже вопрос. Значит, ну, мои родители, они ходили так, как садик для этих, для престарелых. Да, все. И там слово Божие разбирают, и все. И там, естественно, там и русские ходят, и украинцы. Все национальности ходят. И снова поднимается вопрос. Вы слышали, что там произошло, а там это... И сразу же работники бегут и говорят, стоп, остановились. На эту тему у нас не разговаривают. Они всячески останавливают. Задаешься таким вопросом, почему останавливают? Потому что они прекрасно знают, что закроют их бизнес сразу. Если там дойдет до драки или еще. Они потеряют бизнес. И они останавливают. Ну, что делать? Может быть, может быть, родственникам не собираться, если родственники с двух народов. Получается, что люди этого мира мудрее в своем роде, нежели сыны света. Так подожди, пастор, значит, ты уже дал ответ. Значит, как сказать, значит, просто останавливать эти споры и все? Я думаю, что один из правильных ответов, да, просто сказать, или закройте рот, или мы уходим. Потому что оно не приводит ни к чему хорошему. Оно приносит разрушение. Мне кажется, хороший же совет, ведь плохие стороны всегда есть и были у нас. Есть плохие стороны у американцев. Есть плохие стороны у украинцев. Есть плохие стороны у русских. И в каждой нации есть и хорошее, и плохое. И хороший, мне кажется, совет дал Мардахей. У Есфири тоже были плохие стороны. У них была, скажем, не та национальность, что нужно. У нее не вовремя умерли родители. И она могла постоянно говорить, что не так. А что сказал Мардахей? Говорит, не говори, откуда ты, не говори о своем прошлом, молчи об этом. Почему? Потому что вот эти плохие стороны, когда мы их поднимаем и начинаем говорить, что плохо, и это правда. Заметьте, Сергей, о чем я говорю. Это правда. Но это приносит разрушительный результат. И Мардахей сказал Есфири, молчи. Молчи и не говори о том, что не так. Молчи. А что? Сфокусируйся на то, что доброе. На то, что правильно. На то, что хорошее. Я думаю, что если бы каждая родня они встречались и говорили, как хорошо, что есть на земле Украина. Потому что на Украине доброе вот это, вот это, вот это и вот это. Встретились и снова говорят, как хорошо, что на земле есть такая хорошая страна, как Россия. Потому что в России есть доброе вот это, вот это, вот это. Встретились и говорят, как хорошо, что есть такая страна, как Америка. Потому что в Америке есть доброе. Вот это, вот это, вот это, вот это. Если бы каждый человек сфокусировался на том, что доброе, и просто закрыл свой рот о том, что плохое, все бы от этого выиграли. А так что получается? Ведь в каждой стране, в каждом народе есть что-то плохое. Что нам нужно начать говорить плохое? Заметь, я думаю, что ты по национальности, скорее всего, по крови молдаван, да? Сколько анекдотов, сколько плохих вещей говорят о молдаванах. Так что это созидает эту нацию? Это приносит благословение? Это приносит нашу дружбу? Это же разрушает нас. Ну и что, что есть плохое? Да, есть плохое. Давай поговорим, что есть доброго, что есть хорошего. Поэтому я верю, что как только кто-то открывает свой рот и говорит, что плохое, нужно прямо сказать, закрой свой рот. Если не хочешь, я ухожу. И все. Потому что плод какой плохой, мы все от этого терпим поражение. Спасибо. Что мне хочется еще сказать? Вы знаете, Слово Божье говорит, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот это действительно, это миссия Божья, миссия Божьих сыновей, быть миротворцами. И такой пример. У меня бабушка. Много детей было. И вот так интересно. Приходит одна, а ты знаешь, вот такая, 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 такая. Такая бабушка выслушала, да, 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 да. Приходит другая. Знаешь, это такая, такая, такая. Она да, 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 да. Выслушала и никуда дальше не передает. Понимаешь? Все. И только бабушка умерла, как разругались, все. Понимаешь? Миротворец. Понимаешь? Миротворец. И выслушал, и понял, и все. И не сказал ей слова. Я тоже, я как-то подошел к одному пастырю и говорю, как ты там насчет, насчет это, Украины, как там насчет этого конфликта. Знаешь, все зло из Кремля идет. Я промолчал, как будто мне больше нечего говорить. Я знаю, что, что у нас дружеские отношения продолжатся только потому, что я промолчал. Промолчал. Вот. Поэтому, знаешь, просто, просто смотришь, Господь, благослови миротворцев. И просто я хочу, хочу, чтобы каждый христианин стал миротворцем. Останавливай всякую ругань. Останавливай все. Я знаю, знаешь, ты не найдешь здесь правых и виноватых. Поставь себя на сторону русских, ты поймешь их. Поставь себя на сторону украинцев, ты поймешь их. Поставь себя на сторону ДНРовцев, ты поймешь их. Я говорю, ты не найдешь здесь виноватых. Но мы должны просто проявлять любовь. Честно говоря, вот этот стих и все вот эта перебранка меня до такой степени затронуло. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Знаешь, мне просто, просто хочется, хочется сказать в прямой эфир. Послушай, украинец, ты брат мне. Украинка, ты сестра мне. Русский, ты брат мне. Американец, ты брат мне. И в какой бы ты нации ни был, если ты христианин, и кровь Иисуса Христа сроднила нас, ты брат мне. Отказывайся, отрекайся от меня. Ты брат мне. И я просто хочу, чтобы вот это братолюбие училось в церкви. Вот это братолюбие снова пришло. И посему узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Хорошо, может быть, есть еще. Сейчас наша передача подходит к концу. Я думаю, что нужно было бы просто помолиться, благоставить миром, благоставить устройством, чтобы наши сердца заняли правильную позицию перед Богом и перед людьми. Хорошо, у нас есть одна минута. Пастор, помолись, помолись за Украину. Давайте все те, которые любят Иисуса Христа и хотят быть верными перед Богом, перед людьми, скажем несколько слов молитвы. Драгоценный Иисус Христос. Мы сегодня больше всего твои. Мы хотим быть твоими людьми, которые здесь представляют твое царство. Мы хотим быть людьми мира. Мы хотим быть людьми благословения для нашей земли, для нашей страны, для нашего правительства. Мы отражаем твою волю и твое слово. Поэтому да придет мир там, где разрушение. Да придет защита. Да будут твои ангелы охранять. Вход и выход каждого, кто любит имя твое. Принеси мир, а не войну. Мы верим и просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие телезрители, мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь. Пусть мир Божий придет в ваши семьи, в церкви, в ваши взаимоотношения. И пускай Господь будет доволен нами. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!